30 января 1931 года состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Киноленту показали в Нью-Йорке, в Бродвейском кинотеатре Лос-Анджелес. «Огни большого города» лента повествует о трогательной любви бродяге Чарли к слепой девушке. Восьмой по счету полнометражный фильм Чаплина стал одним из самых популярных в его творческой биографии. Среди множества важных гостей на премьере фильма присутствовала и Чита Эйнштейн. Картина имела большой успех. За три месяца она принесла свыше 400 тысяч долларов чистой прибыли. В этот день отмечается прекрасный славянский праздник «День Деда Мороза и Снегурочки». Это традиционный языческий праздник, о котором большинство обывателей в нашей стране не знает. Однако в Древней Руси 30 января был одним из популярнейших праздников зимы. В этот день наши предки прославляли Мороза. Мороз женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кащея. У них есть дочь Снегурочка. Довольно забавным является тот факт, что Дед Мороз и Снегурочка в 1999 году получили российскую прописку. Сейчас они живут в городе Великий Устюг. И, кстати, зарубежные Деды Морозы вообще не имеют напарника. В этот день в 1923 году родился Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, актер и сценарист. Автор самых искрометных и популярных комедий 60-х и 70-х годов. Фильмов-лидеров советского кинопроката. Серии фильмов о Шурике, комедии «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть». Гайдай – создатель знаменитой троицы «Трус», «Балбес» и «Бывалый». Гайдай сам нередко снимался в своих фильмах. Как правило, это крошечные эпизоды. Но в «Двенадцати стульях» режиссер снялся в роли Варфоломея Коробейникова. Просто он не смог найти подходящего актера на эту роль. Еще никогда в «Варфоломее Коробейников» не был так подло обман. Он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.